Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский. Толкование на соборные послания святых апостолов. Стихи 10-11. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори, как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Не делать должного употребления из того, что принадлежит нам и чему мы, господа, есть дело крайне несправедливое. Ибо не тот только должен делиться с неимеющим, кто имеет деньги, но и тот, кто имеет и прочие естественные дары. Ибо сам тот, кто не имел их, получил их от Бога для того, чтобы делиться с неимеющим. Итак, тем, который обилует всяким даром, повелевается делиться с братом неимущим. Например, имеющий учительское слово, ибо на это указывают слова Божии, пусть преподает тонны нуждающемуся в нем. Имеющий обилие яств пусть подает неимеющему их, подает без скупости, но по силе, какую дает Бог. К этому, говорит, я убеждаю вас для того, чтобы прославлялся Бог во всех, будут ли то язычники или близкие ваши. Стихи двенадцатые, тринадцатые. Возлюблены, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но, как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Апостол замечал, что некоторые соблазняются постигающими их скорбями, так как в законе обещается работающим Господу невозмутимая жизнь. Смотрим послание к римлянам святого апостола Павла, главу 2 стих 10. И хотя выше, когда давал правила слугам, кратко утешал подобным образом, но теперь дает простор, речи и говорит возлюбленные, этим обращением показывает, что скорби бывают с ними не потому, что Бог ненавидит их, но потому, что очень любит их. Скорбям дал название огненного искушения для испытания вам посылаемого, а испытание делает испытуемый предмет весьма ценным, подобно как золото и серебро. Стихи 14-16 Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас как убийца или вор, или злодей, или как посягающий на чужое, а если как христианин, то не стыди из, но прославляй Бога за такую участь. К этому прибавил нечто блаженнейшее всего. Вы, претерпевающие за злословие, подобны своему Учителю Христу, и ныне терпите вместе с Ним бесчестие, для того, чтобы вместе с Ним же прославиться в будущем веке, так как вы называетесь христианами. Теми, то есть нечестивыми, Дух Божий хулится, а вами прославляется. Почему? Потому что, когда обвинение их на вас окажется ложным, их постигнет стыд, а вам будет слава. Стихи 17-19. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души Свои, делая добро. Судом называет здесь апостол не осуждение, но исследование, разыскание. Наводит на них страх, чтобы отклонить их от жизни рассеянной, потому и прибавляет. Если прежде исследуется ваша жизнь, то какой конец будет непокорным? Начинается суд прежде с Дома Божия. Ибо, по словам Василия Великого, мы, естественно, негодуем на домашних своих, когда они провинятся перед нами. А Богу свои суть, никто иные, как верные, наполняющие Дом Его, то есть Церковь. Поэтому и говорит Спаситель, прежде скажет тем, которые по правую сторону Его. Вспомним Евангелие от Матфея, главу 25, стих 34. Судом или исследованием называет здесь скорби, причиняемые верным от нечестивых, о наступлении коих предвозвещал Господь, говоря, будут отдавать вас в судилище и прочее. Снова Евангелие от Матфея, глава 10, стих 17. Потом, как бы в утешении, говорит, «Если вас, так близких к Нему, не щадить, то представьте себе, какой конец будет нечестивым, и подтверждает это местом из Писания. Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику». Смотрим притчи Соломоновы, главу 11, стих 31. Смысл речи такой, если праведник получает спасение с трудом и напряжением, ибо Царство Небесное силою берется, и если кто получает оное, то многими скорбями, то какую долю получит проводящая жизнь в неге и наслаждениях, нужно подразумевать нечестивые, в будущем веке? Посему и мы, страждущие по воле Божией, не должны унывать, но, делая добро, должны предавать души свои Ему, как верному Создателю. По воле Божьей. Семи словами апостол показывает или то, что страдания наши бывают не без промысла Божия, но посылаются от Него на нас в качестве испытания, или то, что, страдая за волю Его, мы Ему же должны предоставлять и окончание страданий, ибо Он не ложен в обещаниях Своих, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Первое послание Коринфянам, святого апостола Павла, глава 10, стих 13. Что же значит это? Значит, полагаться на Бога сосмеренно мудрием, не предавать много цены своим страданиям. Но чем более кто страждет, тем более должен почитать себя непотребным, говоря ко Господу, «Праведен Ты во всем, что соделал с нами». Книга пророка Даниила, глава 3, стих 27. Нечестивые и грешные разнятся между собою тем, что нечестивый вовсе не признает Бога, а грешный, имея веру в Бога, презирает закон Его. Впрочем, и один и тот же человек может быть нечестивым и грешным, ибо, совершая беззаконие, он без сомнений не чествует, не помышляя во время греха о бытии Божьем. Смотрим Псалом 9, стих 25. Стихи 1, 5. «Пастырей ваших умоляю я, сопастри, и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться, пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувидающий венец славы. Так же и младше повинуйте с пастырем. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Апостолу предлежало говорить о смиренно-мудрии, о котором он уже и упомянул. Смотрим главу 4 стих 19. Желая показать, что он преимуществует перед ними и что называет себя сапастырем по смиренно-мудрию, выставляет свое достоинство, то, что он – свидетель страданий Христовых. Он говорит как бы так, «Если я, изъяснивший вам такие видения, не нахожу низким называть себя сапастырем, то и вам несправедливо возноситься над подчиненными своими». Также о смиренно-мудрии Господь говорит, «Если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам» Евангелие от Иоанна, глава 13 стих 14. Апостол прибавляет, что он и соучастник в славе, которая должна открыться для того, чтобы представить преимущество смиренно-мудрия. Подобно, как и Павел говорит, «Когда же явится Христос, тогда и вы явитесь». Послание к Колоссянам, святаго апостола, глава 3 стих 4. «Непринужденно пасет тот, кто в самом себе предлагает своим посомам пример доброй деятельности и чем побуждает их друг при другом соревновать учителю. Не для гнусной корысти пасет тот, кто не выступает вперед с гордостью и не высится над подчиненными, но живет нероскошно, или кто не домогается драгоценных одежд и роскошных яст, которые производят гордость и служат поводом к огнусной корысти». Блаженный феофилакт, архиепископ болгарский, благовестник. Толкование на Евангелие от Марка Стихи 35-40 Продолжая учить в храме, Иисус говорил, «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым, «Сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, да коли положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом, как же он сын ему. И множество народа слушало его с услаждением и говорил им в учении своем, «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие дом и вдов, и напоказ долго молящийся, примут тягчайшие осуждения». Поскольку Господу надлежало идти на страдания, то он исправляет ложные мнения книжников, которые думали, что Христос есть только сын Давидов, а не Божий. Поэтому он из самых слов Давида показывает, что он Христос – Бог. И не просто, но устрашая, говорит, «Доколе положу врагов твоих в подножии ног твоих». Они-то, книжники и фарисеи, и были те враги, которых Бог Отец положил в подножии ног Христовых. Заметит то, как он вопрошает. Чтобы не смутить их, он не сказал, что вы думаете обо мне, а о Христе. Но вы не можете сказать, что Давид изрек это не по внушении Духа Святаго. Нет. Он Духом назвал его Христа Господом, то есть, будучи движим благодатью Святаго Духа. Как же думать, что Христос есть только сын Давида, а не вместе и Господь его, и Бог? Простой народ, сказано, слушал его с услаждением. И он стал говорить народу. «Остерегайтесь книжников, которые носят великолепные одежды и из-за них требуют себе почестей, которые любят принимать приветствия и похвалы на торжищах и все другие знаки славы, которые поедают дом и вдовиц, вкрадываясь к всем беззащитным женам под видом заступников их, которые лицемерной продолжительной молитвой, наружным благочестием и лицемерием обольщая неопытных, поедают дом и богатых. Зато они подвергнутся еще тягчайшему осуждению, нежели прочие согрешающие иудеи. Сильные-сильно будут истязаны». Говоря таким образом народу, Господь получает вместе и апостолов, чтобы они не поступали по примеру книжников, но подражали Ему самому. Так как Он поставлял их учителями церкви, то по справедливости излагает им и правила жизни. Стихи 41-44 «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка Своего, а она от скудости Своей положила все, что имела, все пропитание свое». У иудеев сохранялся особенный обычай. Тот, что имеющие и желающие делали вклады в церковную сокровищницу, из которой получали содержание священники, бедные и вдовицы. Между тем, как многие делали это, подошла и вдовица и показала свое усердие лучше богатых. Слава тебе, Христе, что ты и малое приемлешь лучше великого. О, если бы и моя душа сделалась вдовицей, отвергшись сатаны, с которым сочеталась с неподобными делами, и решилась бы повергнуть в церковную сокровищницу две лепты – плоть и ум, утоншив их, плоть воздержанием, а ум – смирением, дабы и я услышал, что всю жизнь мою посвятил Богу, не имея в себе нисколько ни помыслов мирских, ни побуждений плотских». Парисеи же, слышавши якобы с Рамиса Дукеи, собравшися в купе, «И вопроси един от них законоучителю, скушая его и глаголя, учителю, кая заповедь больший есть в законе». Глава 22, стихи с 34 по 36. Опять евангелист представляет новую причину, по которой фарисеям надлежало бы умолкнуть, и таким образом еще более обнаруживает дерзость их. Как же это? Спаситель уже заградил уста Саддукеев, и фарисеям после этого надлежало бы замолчать. Но вот они опять приступают к нему, опять с прежним злобным намерением заводят с ним спор и подсылают к нему законника, не с тем, чтобы научиться, но чтобы искусить его, и спрашивают, какая первая заповедь. Они знали, что первая заповедь «Возлюбишь и Господа Бога твоего», но ожидали, что Спаситель поправит ее, назвав Себя самого Богом, и через то, подаст им случай, обвинить его, а потому и предложили такой вопрос. Что же отвечает Христос? Желая показать, что они предлагают этот вопрос потому, что вовсе не имеют любви, но и стаивают от злобы и снедаются завистью, он говорит «Возлюбишь и Господа Бога твоего, сия есть первая и большая заповедь. Вторая же подобна ей, возлюбишь и ближнего твоего, яко сам себе». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 37 по 39. Почему же подобна ей? «Потому что вторая пролагает путь к первой и взаимно поддерживается ею. Всяк, бо сказано, делая ей злая, ненавидит света и не приходит ко свету» Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 20. «И в другом месте рече безумен в сердце своем несть Бог» – Псалом 13. А что отсюда происходит? «Растлеша и омерзишася в начинаниях» – Псалом 13. «И еще корень всем злым есть цребролюбие. Его же нецы и желающа, заблудиша от веры» – первое послание к Тимофею, глава 6, стих 10. «И любяй мя заповеди моя соблюдает» – Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 15. «А из всех заповедей его главная заповедь – возлюбиши Господа Бога твоего и ближнего твоего, яко сам себе». Итак, если любить Бога, значит любить ближнего, так как Спаситель сказал Петру, «Если ты любишь меня, паси овец моих» – Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 16. «А любовь к ближнему имеет плодом своим хранение заповедей», то истинно сказано «Сию обою заповедью весь закон и пророцы весят» – Евангелие от Матфея, глава 22, стих 40. «Потому, как прежде поступил Спаситель, так поступает и теперь». Там на вопрос Саддукеев о том, каково будет воскресенье, он сказал больше, нежели сколько содержалось в вопросе для того, чтобы научить их, так и здесь, будучи спрошен о первой заповеди, приводит и вторую, почти столько же важную, как и первая, она хотя и называется вторую, но подобно первой. Этим он давал им заметить, из какого источника происходил их вопрос, то есть от злобы, ибо любы не завидят». Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 4. Таким образом Спаситель доказал, что он повинуется и закону, и пророкам. Но почему Евангелист Матфей говорит о законнике, что он искушая предложил вопрос, тогда как Марк говорит обратное? «Видев, говорит он, Иисус, як осмысленно отвеча рече ему, недалече еси от Царствия Божия». Евангелие от Марка, глава 12, стих 34. Тут нет никакого противоречия. Напротив, евангелисты совершенно согласны между собою. Сначала законник спросил его, искушая, но потом воспользовался ответом Спасителя и получил от него похвалу. Спаситель не с самого начала похвалил его, но когда законник отвечал, что любит ближнего, больше всех всесожжений, тогда уже Господь сказал ему, «Недалече еси от Царствия Божия», потому что он, презрев низшие обязанности, постиг, в чем состоит начало добродетели. Все ведь прочие обязанности, как то хранение субботы и другие, имеют целью любовь. Впрочем, Спаситель не присвояет ему совершенной похвалы, а показывает, что ему еще многого не достает. Слова «Недалече еси от Царствия» означают то, что он еще не достиг его, и сказаны с тем намерением, чтобы он искал, чего ему не достает. А что Спаситель похвалил его, когда он сказал, «Един есть Бог, и несть ин разве Его» Евангелие от Марка, глава 12, стих 32, не удивляйся тому, но познай отсюда, как он применяется к понятиям приходящих к нему. Пусть они говорят о Христе весьма много такого, что не достойно славы Его, только бы не дерзали совсем отвергать бытия Божия. Итак, за что же он хвалит законника, когда он сказал, что кроме Отца нет иного Бога? Это не значит того, чтобы Иисус Христос не признавал себя Богом, да не будет. Но так как не пришло еще время открыть ему свое божество, то он и оставляет законника при прежнем учении и хвалит его за то, что он хорошо знает древний закон, чтобы таким образом сделать его способным к принятию учения иного заветного, когда оно открыто будет в приличное время. Кроме того, слова «един есть Бог» и «несть ин разве Его» как в Ветхом Завете, так и в Новом приводятся не в опровержении божества Сына Божия, а для того, чтобы отличить идолов от истинного Бога. С этой мыслью и Спаситель хвалит законника, произнесшего данные слова. Потом, давший ответ на его вопрос, Иисус и Сам спросил фарисеев, «Чтося вам мнит о Христе? Чий есть Сын?» Глаголоши Ему Давидов. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 42. Итак, смотри, сколько Он сотворил чудес и знамений, сколько предложил других вопросов, сколько представил доказательств своего единомыслия со Отцом и в словах, и в делах, какую приписал похвалу законнику, сказавшему, «Един есть Бог», прежде нежели предложил этот вопрос, чтобы фарисеи не могли сказать, что хотя Он и творит чудеса, но оказывается противником закона и врагом Божиим. вот почему этот вопрос Он и предлагает после столь многих доказательств, неприметным для них образом, приводя их к признанию и Его Богом. И прежде Он предлагал подобный вопрос ученикам Своим, но сперва спросил их, «За кого почитают Меня другие?» А потом уже «За кого они сами?» Но фарисеев спрашивает иным образом. В противном случае они, привыкши все говорить без всякого страха, тотчас назвали бы Его обманщиком и злым человеком, поэтому Он и требует их собственного суда. Так как Спаситель хотел идти на страдания, то и приводит теперь такое пророчество, в котором Он ясно назван Господом и делает это не просто и не без причины, но имея для того достаточное основание. Так как они на первый вопрос Его не дали правильного ответа, назвав Его простым человеком, то в опровержении их ложного мнения о Нем Он приводит слова Давида, возвещающего Его Божество. Они почитали Его простым человеком, почему и сказали Давидов, «Спаситель же, исправляя это их мнение, приводит пророка, утверждающего, что Он Господь и истинный Сын Божий и что Ему принадлежит одинаковая честь со Отцом». Впрочем, Он и на этом не останавливается, но чтобы возбудить в них чувство страха, приводит и следующие слова пророка, «Донди же положу враги Твоя под ножи и ног Твоих» Евангелие от Матфея, глава 22, стих 44, «Для того, чтобы по крайней мере этим средством обратить их к себе, а для того, чтобы они не сказали, что в этих словах Давида есть преувеличение, похожее на ложь, и что это просто лишь сказано по суждению человеческому, смотри, что говорит Он, как оба Давид духом Господа его нарицает» Евангелие от Матфея, глава 22, стих 43. «Смотри, с какой скромностью Он указывает на мнение и суд об нем пророка». Сперва Он сказал, «Чтося вам мнит, чий есть сын, чтобы этим вопросом побудить их к ответу?» Потом, когда они сказали «Давидов», не сказал «Давид говорит однако же следующее», но опять в виде вопроса «Как оба Давид Господа его нарицает?» Чтобы им не показалось противным его учение о божестве. По этой же причине Он не сказал «Как вы думаете о мне, но о Христе?» Поэтому-то и апостолы со всею скромностью говорили о патриархе Давиде. «Достоя трещи с дерзновением о патриархе Давиде, яко и умри и погребен бысть» Деяния апостолов, глава 2, стих 29. Подобным образом и сам Спаситель предлагает учение о себе в виде вопроса и рассуждения, говоря, «Кака уба Давид духом Господа его нарицает глаголя «Рече Господь Господеве моему, сиди одесную меня, донди же положу враги твоя подножия ног твоих». И потом «Аще уба Давид нарицает его Господа, кака сын ему есть». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 43 по 45. Этим он не отвергает того, что он есть сын Давидов, нет. Он и Петра не укорил бы за это, не только исправляя мнение фарисеев. Поэтому слова его «како сын ему есть» имеют такое значение «Он сын Давидов». Но не в том смысле, как вы разумеете. Они говорили, что Христос есть только сын Давидов, а не Господь. И так он сперва приводит свидетельство пророка, а потом уже исправляет их мнение со всею кротостью, говоря, «Аще уба Давид Господа его нарицает, как а сын ему есть». Но, выслушав эти слова, фарисеи ничего не отвечали. Они совсем не хотели знать истины. Поэтому он сам наводит их на ту мысль, что он есть Господь Давиду. Но и это он говорит не прямо от своего лица, а приводя слова пророка, потому что они вовсе не верили ему и думали об нем худо. Смотря на это их расположение, ни в каком случае, конечно, не должно соблазняться тем, что Спаситель иногда говорит о себе уничиженно и смиренно, так как главную причиной этого, кроме многих других, было то, что он в беседах с ними приноравлялся к их понятиям. Вследствие этого и теперь он предлагает им свое учение посредством вопросов и ответов. Но и таким образом он все же прикровенно указывает им на свое достоинство, потому что не одинаково важно было называться Господом Иудеев и Господом Давид. Далее посмотри, как благовременно предлагает он это учение, сказав наперед, что Господь один, говорит потом и о самом себе, что Он Господь, и доказывает это не только делами своими, но и свидетельством пророка, и вместе с этим возвещает, что сам Отец отмстит им за него, говоря, «Донди же положу враги твоя подножия ног твоих», и таким образом, доказывая свое согласие и равное достоинство со Отцом. Этими словами Спаситель заключает беседу свою с фарисеями, представив им учение высокое, величественное и могущее заградить уста их. И они действительно с того времени замолчали не по собственному желанию, но потому, что не могли ничего возразить и таким образом получили столь решительный удар, что уже не отваживались более так нападать на него. Сказано, «Не же смеешь, кто оттого днева спросите его к тому» Евангелие от Матфея глава 22 стих 46 И это принесло народу немалую пользу. Потому-то Спаситель, прогнав этих волков и разрушив их злые умыслы, и обращает наконец свое слово к народу. Парисеи, будучи заражены тщеславием и преданы этой ужасной страсти, не получили от его беседы никакой пользы. И в самом деле страсть эта ужасная и многоглавая. Увлеченные ею одни стремятся к богатству, другие к власти, иные к могуществу. Распростирая власть свою далее, она обращает себе в пищу и милостыню, и пост, и молитвы, и дар учения, да много еще и других глав у этого зверя. Впрочем, нисколько неудивительно, когда люди гордятся богатством и властью, но то странно и достойно оплакивания, когда они самый пост и молитву обращают в предмет своего тщеславия. Но чтобы в свою очередь не останавливаться здесь только на одних упреках, мы скажем и способ, как избегать этой страсти. С кого же прежде всего начать нам? С тех ли, кто тщеславится богатством или одеждою, или властью, или даром учения, или крепостью телесную, или искусством, или красотою, или нарядами, или жестокостью, или человеколюбием и милостынью, или пороками, или смертью, или распоряжениями долженствующими совершиться после их смерти? Страсть эта, как я сказал, многоразличным образом опутывает нас и простирается даже за пределы нашей жизни. Потому и говорят, такой-то умер, и, чтобы удивлялись ему, завещал сделать то и то. Поэтому же один хочет быть бедным, а другой богатым. Это-то особенно и ужасно, что страсть тщеславия находит себе пищу в предметах противоположных. Итак, против кого же нам вооружиться и ополчиться? А одного и того же слова обличения против всех этих видов тщеславия недостаточно. Хотите ли, чтобы я вооружился против тех, которые тщеславятся раздаванием милостыни? Я охотно желал бы этого. Я весьма люблю милостыню и скорблю, видя, как тщеславие портит ее и развращает, подобно какой-нибудь кормилице, которая служа царской дочери, завлекает ее в постыдные связи, и которая, хотя и ходит за нею, но в то же время, к ее стыду и вреду, приучает ее к непотребным делам, убеждая презирать наставления отца и наряжаться, чтобы понравиться развратным и много раз осрамившим себя мужчинам, и для этого заставляет ее носить такие срамные и позорные наряды, которые могут нравиться сторонним людям, а не отцу. Итак, обратимся к тщеславным людям подобного рода и представим себе, что кто-нибудь подает милостыню щедрую рукою только на показ пред людьми. Таким образом, подающий милостыню выводит ее из чертога отеческого. В самом деле, Отец Небесный повелевает, чтобы даже левая рука не знала об ней, а подобного рода милостыня выставляет себя на показ и рабам, и всем встречным, хотя бы они совсем и не знали ее. Не видишь ли ты здесь и блудницу, и соблазнительницу, которая возбуждает к себе любовь в людях непотребных и с этой целью украшается так, как нравится им. Далее, хочешь ли видеть, как тщеславие делает преданную ему душу не только блудницей, но и доводит до безумия? Посмотри ближе на ее чувствование. Вот она, оставив небо, бегает по распутиям и переулкам, гоняясь за рабами беглыми и невольниками, гнусными и безобразными, которые ненавидят ее и не хотят даже взглянуть на нее, а она горит к ним любовью. Что же может быть безумнее этого? В самом деле, люди никого столько не ненавидят, как домогающихся от них себе чести. Они сплетают на них множество клевет, и здесь бывает то же, как если бы кто царскую дочь, девицу, низветши с царского престола, заставил отдаться на поругание гладиаторам, презирающим ее. Так поступают и люди. Чем более ты гоняешься за ними, тем более они от тебя отвращаются. Напротив, Бог, когда ты будешь искать чести у Него, по мере твоего усердия будет и привлекать тебя, и утешать тебя похвалами, и воздаст тебе великую награду. Но если ты хочешь и с другой стороны видеть, насколько бесполезна милостыня, когда подаешь ее на показ и тщеславие, то размысли, какая постигнет тебя печаль, и какая нескончаемая скорбь будет одолевать тебя, когда возгремит пред тобою глаз Христов, ты погубил всю мзду свою. Счеславие и везде пагубно, но особенно в делах человеколюбия, так как здесь оно является крайней жестокостью, извлекая себе хвалу из чужих бедствий и почти ругаясь над живущими в нищете. Если указывать на свои благодеяния значит укорять облагодетельствованного, то не гораздо ли хуже выставлять их на показ пред многими? Как же нам избежать этого зла? Мы избежим его, когда научимся быть истинно милосердными и рассмотрим у кого мы ищем славы. Скажи мне, кто первый учитель милостыни? Конечно, тот, кто примером своим научил нас ей, то есть Бог, который всех лучше знает и бесконечно оказывает ее. Что же, если бы ты учился искусству борьбы, на кого бы стал ты смотреть или кому стал бы показывать свои успехи в нем? Тому ли, кто продает овощи и рыбу или учителю этого искусства, хотя бы тех было и много, а этот один? И если бы все прочие стали смеяться над тобою, а он хвалил бы тебя, то не стал ли бы и ты сам вместе с ним смеяться над ними? Или если бы ты учился искусству бойцов, то не стал ли бы точно так же смотреть на того, кто умеет обучать этому искусству? Равным образом, если бы ты занимался красноречием, то не стал ли бы дорожить похвалами учителя красноречия и пренебрегать суждением других? Итак, не безрассудно ли в других искусствах обращать внимание только на одобрение учителя, а в делах милосердия поступать наоборот, и тем более, что вред том и другом случае не одинаков? В самом деле, если ты борешься только для того, чтобы нравиться народу, а не учителю, то и вся беда имеет значение только по отношению к этой борьбе. Здесь же дело касается жизни вечной. Если ты через милостыню уподобляешься Богу, то будь же подобен ему и в том, чтобы не делать ее напоказ. Когда он исцелял кого-то, говорил, чтобы никому о том не сказывали, но ты хочешь слыть между людьми милостивым, что за прибыль? Прибыли никакой нет, а вред бесконечный, так как те самые, кого ты призываешь в свидетели, отнимают у тебя, как разбойники сокровища небесные, или лучше сказать, не они, а мы сами разграбляем свое стяжание и расточаем свое богатство, хранящееся в горних обителях. Вот новое бедствие, новое необыкновенное зло. Чего не истребляет моль, чего не похищает тать, то разграбляет тщеславие. Вот моль, истребляющая вечные сокровища, вот тать, разграбляющая небесные блага, вот похититель некрадомово богатства, вот что разрушает и развращает все доброе. Итак, когда дьявол видит, что страна эта недоступна ни для разбойников, ни для других злоумышленников, и что ее сокровищ не истребляет моль, расхищает их тщеславием. Но ты желаешь славы. Неужели для тебя недовольна слава от человеколюбца Бога, который сам принимает от тебя милостыню, что ты ищешь еще славы от людей? Берегись, чтобы не испытать противного, чтобы люди не стали смотреть с презрением на тебя, как на человека, не милость являющего, но хвостливого и честолюбивого, и только выставляющего на позор чужие бедствия. Милостыня есть тайна. Итак, запри двери, чтобы кто не увидел того, чего показывать не должно. Главные тайны наши это милосердие и человеколюбие Божие. Он по многой милости своей помиловал нас непокорных, и в первой молитве, которую приносим за бесноватых, мы спрашиваем милости. Потом во второй закающихся просим для них великой милости. Наконец и в третьей за самих себя в ней же из среды народа указываем на невинных детей, умоляем Бога о милости. Так как мы сами сознаем свои прегрешения, то за тех, которые много погрешили и достойны осуждения, молимся сами, а за себя самих представляем молящимися детей, подражающих простоте, которых ожидает Царство Небесное. Этот образ молитвы показывает то, что люди смиренные и бесхитростные, подобно детям, могут преимущественно молиться за виновных. А какой великой милости, какого человека любия исполнено это таинство, это знают посвященные. Так и ты, когда по возможности своей оказываешь человеку милость, запри дверь. Пусть это видит один тот, кто получает милость, а если можно, то пусть даже и он не видит. Если же ты отворишь дверь, то обнаружишь свою тайну. Подумай, что и тот, у кого ты ищешь славы, осудит тебя. Если это будет друг твой, то он сам про себя подумает о тебе худо, а если враг, то он осмеет тебя и перед другими, и ты испытаешь противное тому, чего желал. Тебе хочется, чтобы он сказал о тебе, что ты человек милостивый, но он не скажет этого, а назовет тебя тщеславным и человекоугодным и еще как-нибудь гораздо хуже. Если же ты скроешь от него свое доброе дело, то он будет говорить о тебе совершенно противное этому, будет называть тебя человеколюбивым и милостивым. Бог не допускает оставаться в неизвестности доброму делу, и если ты сам скроешь его, он обнаружит, и тогда будет больше удивления и больше пользы. Таким образом, выказывая себя, мы сами полагаем себе препятствия к приобретению славы, к чему мы сильно стремимся и чего нетерпеливо желаем, к тому не допускает нас самая наша нетерпеливость, так что мы не только не получаем славы людей милостивых, но еще возбуждаем противное о себе мнение, а сверх того терпим великий вред. «Ради всего этого и будем убегать тщеславие и возлюбим одну славу Божию, таким образом мы и здесь достигнем славы, исподобимся вечных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Аминь.